Мы снова всей стране рады сказать доброе утро. Смотрим на студийные часы в 8 часов 28 минут. И в гостях в студии Доброй Раннице Беларусь Илья Новиков, начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму. Илья, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Мы с нетерпением ждали именно этой части программы, потому что хотим поподробнее вас расспросить, ну и, конечно же, построить маршруты. С чего начнем? Давайте начнем с того, что поближе. Минская область, город Несвиш. Все про него знают. В эти выходные, 13-14, это суббота-воскресенье, там будет фестиваль Несвишская фортеция. Это фестиваль исторической реконструкции. В общем, он такой не один, их много, вы про них знаете. И поклонников много такого рода фестивалей. И поклонников тоже. Но его особенностью является то, что это не про классическое средневековье, это про 17-18 век. То есть про конкретный период. Да. Ну, то есть там будут площадки и 1812 года, войны 1812 года, и Первой мировой войны, и, собственно, рыцарский турнир там тоже будет. Но основная тематика – это именно 17-18 век, Великое княжество. То есть он, собственно, примечательен тем, что можно посмотреть и вот такой период. Илья, ну вы бывали, я знаю, на этом фестивале. Можете поделиться личными впечатлениями, что вам больше всего понравилось? Может быть, еда средневековая, ну, по рецептам того самого периода? Там огромное множество развлечений и аттракций, и интересных мест, и покушать, и какие-то конкурсы, и сувениры, и мастера, и так далее. Ну, то есть есть на что посмотреть, на любой самый притязательный вкус. Да, с другой стороны, где еще, если не вне свежей, мне кажется, там особая атмосфера сама по себе. А если вы девушка на выданье, да, то вы знаете, где искать рыцаря, в прямом смысле, в эти выходные, в город Месвиш, 13-14 августа. Так, идем дальше. А еще мы, да, приглашаем по карте, вот мы смотрим, Докшицы, Витебская область. Да, совершенно верно. Делаем акцент. В Докшицах в эту субботу, 13-го числа, ну, 12-го, 13-го, пятница, суббота, будет проходить фестиваль, республиканский фестиваль двух рек. Это фестиваль, который приурочен к 615-летию города Докшицы. И примечательной особенностью является то, что в Докшицком районе, из Докшицкого района вытекает две реки, достаточно известные в Беларуси. Да, это Березина и Вилея. И текут они в разных направлениях. Березина на юг, Вилея на север. Красивое и редкое явление. Да, и как раз-таки этот факт отражен даже на гербе города Докшиц, где, если вы посмотрите, там два кувшина, из которых вытекают две серебряные реки. В разные стороны. Вот сразу вам, да, аргумент для сувенира, для того, чтобы приобрести. Да, ну, собственно, сувениров там огромное множество, опять же-таки. Все это можно там посмотреть, приобрести, потрогать и так далее. В том числе там будет город мастеров, какие-то развлекательные площадки для детей, ну и много-много всего, собственно, интересного. Да, тут любопытно, что фестиваль двух рек совмещает с фестом трав, животворное. Да, в рамках этого фестиваля будет еще фест-трав, ну, это, собственно, такая часть, скажем, фестиваля, посвященная именно травничеству и традициям этого ремесла в нашей стране. Илья, ну, а далее о фестивале, на который лично я давно мечтаю попасть, если честно. Хотя бы просто, чтобы посмотреть, оправдали что. Я угадаю, что ты имеешь в виду? Давай. Это битва помидорами, да? Это битва помидорами, знаменитая, которая проходит в Ивье. Давайте об этом легендарном фестивале расскажем. Да, совершенно верно. В городе Ивье, Гродненской области, 13-го числа, в эту субботу, будет проходить фестиваль, собственно, помидоров. Поскольку Ивье – это помидорная столица Республики Беларусь, где еще, как не тут, проводить этот праздник. Значит, в празднике, в программе праздника достаточно много интересных вещей. Это, как вы уже упомянули, битва помидорами. И это, мне кажется, самая такая развлекательная часть. Ивье. Де Томатейро. Де Томатейро, да. А что, правда разрешает кидаться друг в друга помидорами? Ну, почему нет? И никто себя при этом не называет грубияном, не воспитанный? Мне нравится настрой Ильи. Он сказал, почему нет, действительно, а почему бы и да. Это же весело, почему бы и нет. Ну, то есть я надеюсь, что калибр помидоров как-то регулируется. Конечно, конечно, это не килограммовые помидоры, это небольшие, спелые, которые красиво разлетаются. И совершенно прекрасную картину составляют в процессе этой литвы. И очень красиво приземляется на летнюю маечку, так распластавшись. Ну, потому что помидоры мягкие подбирают нас. Ну, это не единственное примечательное событие в Гродненском регионе, да? Августовский канал нас тоже порадует. Да, в этом регионе, собственно, в эту же субботу будет еще и праздник моря. Он будет проходить на Августовском канале. Ну, собственно, Августовский канал сам по себе большая важная аттракция нашей страны, все про него знают. И фестивали реконструкции, про которые мы уже говорили, это не достояние нашей современной цивилизации. Это было и раньше. Примером тому, вот, собственно, может служить вот этот праздник. Потому что еще с 1920-х годов там проводится реконструкция гуляний, которые проходили в эпоху Стефана Батория. Так. Потом по объективным причинам эта традиция прервалась. И вот с 17-го года ее снова возобновили. И сейчас там проходят, значит, гонки на разных плавсредствах. Кстати, очень креативно подходят участники. Причем оценивается не только то, что ты первый и прибыл, но и, собственно, твое плавсредство, твой образ, костюм и так далее. То есть вот в комплексе в целом... То есть надо удивить во всех смыслах этого слова. Это прекрасное зрелище. Я всем рекомендую там побывать. Да, говоря, что если хотите убедиться, насколько богатая фантазия у белорусов, посетите вот этот заплыв под названием «На чем попало», и вы поймете, насколько же это весело. Где еще тебе помашет Посейдон буквально вот с какого-нибудь плавсредства? А я еще знаю, где точно будет весело в эти выходные, на фестивале, в рамках которого вы можете посмотреть, как играет настоящий болотный футбол. Илья, давайте об этом подробнее расскажем. Кстати, в болотный футбол играют и на «Августовском канале». Угу. Тоже. Тоже, да. Но как-то более массово это будет проходить на фестивале «Споровские сенокосы». Так. Проходит это в деревне Высокое, в Брестской области, в республиканском заказнике «Споровский». Собственно, поэтому и название праздника. В том числе там будет прекрасное развлечение «Болотный футбол», да, где и женщины, и мужчины по колено в грязи играют, значит, в футбол. Это все весело, прекрасно и достойно восхищения. Я даже знаю, что специально воду добавляют на футбольное болотное поле, чтобы грязь была как можно более приставучая в хорошем смысле. Бывает такое, бывает. Но в целом это, в общем, прекрасное зрелище. Ну, что касается косов, то для них, конечно, это большое глобальное, даже сказать, событие такое. Да, собственно, футбол это развлечение, а сам фестиваль, как бы основная его задача, да, и цель это сохранение традиций косов. И в том числе есть еще и экологическая, социальная задача, они поднимают вопрос о зарастании болот, что, в свою очередь, влияет на биологические виды. То есть какие-то, допустим, птицы, которые... Камышовка, да, например. Она, собственно, из-за зарастания болот перестает селиться на этих территориях, ну и, соответственно, она, собственно, занесена в Красную книгу, поэтому... Да, кстати, тоже очень интересное зрелище, даже наблюдать за косами, участвуют там не только мужские команды, но и женские в том числе, то есть женщины с косой. Это тоже может очень эффектная история быть. Мы благодарим за эту познавательную информацию, там как можно интересно, познавательно провести эти выходные. Спасибо, что были нашим гидом сегодня. Спасибо, что пригласили. Илья Новиков был у нас в гостях, начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по теризму.